Доброе утро! На РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. С вами Маргарита Кафарова. В Башкортостане планируют построить еще три логистических центра. Общий объем инвестиций в проекты составляет почти 2 миллиарда рублей, сообщил министр торговли и услуг Республики Алексей Гусев. Так, компания «Смарткарго Уфа» собирается вложить 250 миллионов рублей в строительство логистического центра, совмещенного с придорожным комплексом. Место реализации проекта пока не уточняется. Компания «Сотструинвест» намерена возвести логистический центр в селе Михайловка Уфимского района. Проект рассчитан на три года. Примерный объем инвестиций – 480 миллионов рублей. Но самый крупный проект собирается реализовать компания «Торгмастер» в Уфе. Она владеет сетью супермаркетов «Байрам». Инвестор намерен возвести центр хранения и распределения товаров с объемом капиталовложений 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом Башкортостан с точки зрения логистики на сегодняшний день недооценен, считает глава Минторга Алексей Гусев. Вокруг Уфы находится в радиусе 500 километров 5 городов-миллионников. И если в республике проживает 4 миллиона человек, то в этом радиусе дневного перехода фуры проживает уже 27 миллионов человек. И общий объем розницы в этом как раз радиусе плеча доставки составляет 17% по всей рознице России. Мне кажется, это очень неплохой рынок сбит. Второе, у нас три федеральные трассы, которые как раз входят в Уфе М5 и М7-240, плюс транзит, который также проходит через нас. Это все позволяет нам как раз делать упор на развитие строительства именно данных объектов. Напомню, на прошлой неделе в Демском районе столицы заложили первый камень в строительство оптово-распределительного центра за 7 миллиардов рублей. Инвестором выступает компания оптово-распределительный центр. Башкортостан занял второе место в рейтинге инвестиционной активности. Итоги мониторинга представили в ходе выездного инвесткампуса, который прошел в Челябинской области. Федеральные эксперты отметили несколько механизмов привлечения инвесторов, которые реализуют в республике и могут стать примером для внедрения в других регионах. Среди самых эффективных инструментов, в частности, обозначили институт бизнес-шерифов, виртуальные туры по инвестплощадкам и подготовку бизнес-кейсов. Те самые упакованные инвестиционные предложения, бизнес-кейсы, которые предлагает республика Башкортостан, ну, собственно говоря, дает вектор для новых инвестиций, для привлечения новых предпринимателей. Плюс хороший инструмент и признан одним из лучших в стране – это инвестиционная карта республики Башкортостан. Она доступная, она понятная предпринимательскому сообществу. Там есть вся необходимая информация. На данный момент опыт работы бизнес-шерифа в Башкортостане переняли коллеги из Мурманской области. А инструмент диджитал-обзоров теперь используют в Краснодарском крае, Приморье и Тульской области. По количеству инвест-проектов, запущенных с начала года, Башкортостан обошла только Московская область. Третью строчку рейтинга поделили Нижегородская область и Татарстан. Доля нелегального оборота сигарет в Башкортостане превысила 11%. Это на 2% ниже, чем в целом по стране. Такие данные за второй-третий квартал этого года озвучили участники деловой программы «Дни ритейлов» при Волжье в Уфе. Так, федеральный бюджет может потерять от незаконной продажи сигарет 130 миллиардов рублей в текущем году. По подсчетам экспертов, увеличение доли нелегального оборота на 1% стоит казне 7 миллиардов рублей только по акцизам. В Приволжском федеральном округе количество контрафактной табачной продукции выросло на 4% по сравнению с прошлым годом. Представители Минпромторга связывают это с тем, что после введения моратория в прошлом году, количество проверок розничного бизнеса снизилось в 5 раз. Эксперты предложили перераспределять часть доходов от табачных акцизов в регионы. Так, если будет принято решение о передаче Башкортостану 5% доходов от акцизов, то республика получит 850 миллионов рублей в год. Это позволит принимать региональные программы, направленные как на выявление точек незаконной продажи нелегального табака, так и на профилактические мероприятия. Голландская пивоваренная компания «Хейнекен» продала российские активы, в том числе завод «Шахан» в Тиральдамаке Ставропольской «Арнест Групп». Таким образом, иностранный производитель завершил процесс выхода из России, начатый в марте прошлого года. Как следует из сообщения компании, цена покупки бизнеса составила 1 евро за 100% акции. При этом по условиям контракта «Арнест» должна погасить историческую внутригрупповую задолженность российского бизнеса 100 миллионов евро перед «Хейнекен» в рассрочку. Предприятие взяло на себя ответственность почти за 2000 сотрудников пивоварен и гарантировало их занятость на ближайшие три года. Ну и сообщается, что сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток для «Хейнекен» в размере 300 миллионов рублей. По оценке региональных экспертов, сделка никак не должна сказаться на потребителей и в целом на рынке алкогольной продукции. Эти сделки, они не влияют никаким образом на рынок слабоалкогольной продукции и, в общем-то, никак не влияют на производственные мощности этих организаций. Единственное, что произошло на текущий момент, это иностранные акционеры, скажем так, этих крупных компаний, они ушли. То есть оставили эти активы юридическим лицам, которые находятся здесь в России. Но это говорит о том, что прибыль этих организаций будет оставаться здесь и больше не будет уходить за границу. Я считаю, это позитивная тенденция. Добавлю, «Арнест Групп» производит средства для волос, освежителя воздуха, крема для обуви. Компания позиционирует себя как крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. Управление жилищно-коммунального хозяйства Сибаи объявило конкурс на модернизацию уличного освещения. Обновление планируется провести за счет средств инвестора. За оказанные услуги город будет расплачиваться в течение 7 лет. Начальная цена контракта – 200,5 миллионов рублей. Исполнитель в течение 8 месяцев должен будет заменить в Сибаи свыше 5000 светильников на энергосберегающие лампы. В дополнение к этому подрядчику необходимо развернуть автоматизированную систему наружного освещения, установив для этого специальных 117 шкафов. В течение 7 лет город будет экономиться на оплате энергоресурсов и сбереженных средств расплачиваться с поставщиком. Исполнители контракта планируют выбрать в сентябре этого года. Но и напомню, ранее в Министерстве ЖКХ Республики оценили эффект от реализации аналогичного энергосервисного контракта в Уфе в 110 миллионов рублей до 2030 года. Результат будет достигнут после того, как в городе заменят 47 тысяч уличных светильников. Проект рассчитан на 8 лет. Его реализует компания «Вашинформсвязь». У меня на этом все. Желаю вам хорошей недели. До свидания.